Круглые столы круглыми столами, но комик-кон для основной массы посетителей это вот этот экзибишн холл, где представлены куча производителей игр, фильмов, фигур от комиксов и бог знает чего еще. Поэтому сегодня мы решили погрузиться в этот вертеп и посмотреть на то, что здесь происходит и показать вам. Идемте через толпу. Миллионы ряженых, миллионы всего. Можно отвлекаться буквально на каждый стенд. Вот здесь, например, это компания Full Moon Features, которая знаменита в первую очередь своим киносериалом «Повелитель кукол». И здесь на стенде у них можно посмотреть некоторые куклы, некоторые реплики, некоторые оригинальные куклы, которые участвовали в фильме. Вот, пожалуйста, не буду даже называть их по именам, вы их узнаете в лицо. Вот имбирный человечек очень крутой. С той стороны стоит факел, тоже стоит посмотреть. И здесь, в этих краях, мы как раз встретили вчера Ллойда Кауфмана. Сейчас пойдем посмотрим, может быть, он есть там и сейчас. Вот слева, слева создатели шоу совсем потал, роковые женщины, которые раздают автографы и подписывают. Мы их не знаем, поэтому к ним не лезем. Мы сейчас находимся на стенде Legendary Pictures, и вот эта вот очередь, она стоит за бесплатными футболками. Каждый день раздают футболку нового дизайна. Вчера мы тоже пытались получить, но они кончились четко перед нами. Спасибо Ллойду Кауфману, с которым мы остановились поболтать в тот раз. И поскольку Legendary Pictures это часть концерта Time Warner, они занимаются как раз у них кинокомиксами, то не мудрено, что здесь в будке вот стоит, пожалуйста, ростовая фигура Роршиха, причем в том самом костюме, в котором Джеки Ирли Херли фигурировал в фильме Watchmen. И те самые газеты, где вот советы, называя доктора Манхэттена империалистическим оружием, и часы апокалипсиса переведены на пять минут до полуночи. Комикон такое место, где просто невозможно остаться без покупок. Вот мы сегодня, я не удержался, купил себе два выпуска «Зеленого шершня» Кевина Смита. Это вот именно тот вариант сценария, который он писал для фильма изначально, а потом вот фильм не вышел, и он был сделан в виде комикса у него. Соответственно, за один доллар ухватил чудесный комикс по команде А, сделанный по фильму, и, соответственно, эксклюзив специально для Комик-Кон, 2500 экземпляров, комикс по Долл Хаусу Джосса Видона. Ну, а сейчас мы пойдем посмотрим, что еще здесь нас можно увидеть. Слово говоря, это да, это настоящие тоже декорации киношные. Здесь есть мотоцикл из «Людей в черном» три, сейчас мы его покажем, и мотоцикл «Призрачного гонщика» два. Извините, как можно получить т-ширки? Мы все не можем получить т-ширки, но... Но, в конце концов, вы можете пойти там, по-другому, или вы можете пойти там, и вы можете получить немного вверх. Только здесь, на самом деле, на самом деле. Вот здесь, это мы сейчас на стенде DC Comics, выставлены те самые костюмы из фильма «Тёмного рыцаря», в котором снимался Хит Леджер, Ара Некхар и Кристиан Бэйн. Вот мы находимся у стенда «Назад в будущее», где выставлен тот самый Делориан, который снимался в третьей части фильма. В нем можно сфотографироваться за 20 долларов. Сзади нас раздает автографа Клаудио Вэллс. Это девушка Марти Макклай из самой первой серии. И где-то там в очереди, к нам спиной в футболке Ковбой и Фридшельс стоит наш Евгений, который сейчас будет покорять будущее и прошлое. Ага. 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 Ага.